Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается перехода с очного обучения на заученную, с того что очное обучение автора вопроса не устраивает, по ряду причин. Останавливает автора вопроса лишь только тот факт, что в случае перехода на заученную модель обучения, она может получить неодобрение со стороны родных людей, вот. А ей очень важно получать это самое одобрение, потому что она привыкла как бы угождать, вот. И в общем и целом мнение людей для нее очень важно. При этом здесь довольно четко прослеживается позиция в зависимости от общественного мнения. И жертвенность своими собственными интересами. то есть человек говорит, что ее собственные предпочтения вступают в конфликт с тем, что хотят другие люди, грубо говоря. вот. Такое противоречит. То есть либо недовольна она, автор вопроса, либо недовольны другие люди. Вот. При этом, когда недовольна она, недовольна она, то возникает такое состояние, как апатия, вот. Возникает такое состояние, как проблемы со здоровьем. Вот. И в целом автор вопроса очень тяжело. Что можно здесь сказать? То, что вы боитесь ответственности за свои решения, то, что вы боитесь ответственности и боитесь неодобрения, неодобрения, в целом связано с самооценкой. и в целом связано с нарушением личных границ. То есть у вас изначально была такая серьезная проблема, как нарушены личные границы с другими людьми и занижена самооценка. Вот. С этим нужно работать, культивировать ваши чувства, ваши собственные чувства. чувства любви к себе, чувства уважения к себе, чувства принятия. Сейчас вы нацелены на, как раз таки, то, чтобы все эти вещи получать от других людей. И, конечно, это очень серьезная проблема. То, что вы опираетесь, как бы, на других людей, но не на себя. Вот. И это необходимо корректировать. Сделать это можно только, только в процессе психотерапии, ну вот, работать с вашей самооценкой, с чувствами и так далее. Вот. И, по-видимому, есть некоторый страх одиночества. Вот. То есть страх остаться одной. Вот. То есть, что такое, что в данном случае страх одиночества? Это определенный элемент непринятия себя. То есть, вот, что-то вы в себе не принимаете. При этом обратите внимание, да, что, в целом, сейчас, ситуация выглядит таким образом, что вы тотально себя обесцениваете. Вот. То есть, все время получается такая ситуация, что вы можете сами, ну, то есть, вы можете сами много чего, вот, вы можете сами достичь многих высот, вот. Но все время, как бы, тормозитесь, все время тормозитесь, оглядываясь на других людей. Вот. То есть, в какой-то степени вы живете в реальности, где вы, как бы, существуете для кого-то, да. Вот. И люди существуют, как бы, для вас. Вот. Вот. вот эту, эту такую, ну, скажем так, деструктивную модель, вот. Нужно, конечно, корректировать, ну, ну, корректировать, вот. Потому что вам она, эм, очень сильно мешает, вот. Это, вот, эм, то, что. Я могу вам ээээээ, ну, сейчас сказать. Сказать, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. То есть вы написали довольно много, расписали довольно много, а все упирается в то, что чтобы были счастливы вы, вам нужно, чтобы были счастливы другие. И вот с этой угодливостью, в основе которой лежит ваш страх остаться одной, вами и движет. Вами руководит. Вот. Ну, на текущий момент. К сожалению. Вот такой аспект, как мне кажется. Поэтому, да. Действительно, действительно, проблема есть. Вот. Ее нужно решать. Решать это лучше, конечно, заучившись поддержкой специалиста, поддержкой психолога. Вот как-то так. И вот часть, где вы пишете, я боюсь ответственности, что не справлюсь, что не получится, это ответственность про одобрение. Очень сильно здесь про одобрение. Когда важно не то, что я хочу, не мои цели, вот, а про то, что если я что-то делаю, у меня должно обязательно получиться. То есть я пытаюсь оправдать ожидания других людей. Здесь. Вот. Дальше. Вот вы пишете, да, что мой выбор не примут родственники. А почему они должны его принимать? Вот. Почему они должны его принимать? Осуждение неприятия выбора моего родственника меня волнует. Наверное, потому что с детства я получал одобрение своих действий от родителей и старались угодить, чтобы они меня принимали. Это не принятие. Это иллюзия. Вас не принимали, вероятно, никогда. Мне как бы нужно было засудить их одобрения, нужно было что-то сделать для этого. Ну, вот здесь смущает то, что вы как-то очень, как будто бы, знаете, говорите то, что изучили, то, что знаете. Тут нет очищения, что вы это на самом деле проживаете. Вот. Я не знаю, как быть в этой ситуации. Просто признать, что все счастливы не будут. Ну, и так столкнуться с собой. Конечно, тоже. Вот. То есть вот вы пишите, да, помогите мне, пожалуйста, как идет выбор. Ну, как вы видите, как вы видите эту помощь? Сделать выбор за вас? Или может быть сделать вас более ценной? Как вы сами-то видите помощь? Вот. Как вы сами ее видите, эту помощь себе? Нашу. Вам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...